все неправда, такого не может быть. Ценник около 350-400 тысяч в год. Есть сумма, которая позволяет в принципе дать образование в региональном вузе. Стоимость портфеля 855 тысяч рублей. В доходности портфеля присутствуют две составляющие дохода. Рынки падали там на 20-30 процентов. Уважаемые друзья, приветствую. С вами Николай Мрачковский. Мы говорим о создании капитала, о пассивном доходе, об инвестировании. Сегодня у нас в гостях Максим Петров, человек, с которым мы вот уже не один год записываем регулярно выпуски и у которого я многому учусь касательно вопросов инвестирования на фондовом рынке. И Максим сегодня поделится с нами своим портфелем, который он формирует для своих детей на российском фондовом рынке. У него есть программа, которая рассчитана на, по-моему, 15 лет, вот за которую он планирует каждому ребенку создать весьма приличный капитал, что-то около миллиона долларов. Да, Николай, рад приветствовать. Не то, что покажу портфель, да, то есть я хочу поделиться результатом, потому что проект существует с января 2018 года. И люди часто задают вопросы, почему инвестируем в рублях, хотят цель в долларах. Все неправда, такого не может быть. И вот мы слушаем других людей, которые инвестируют, говорят, что это нереально. Наверняка я знаю, Николай, вы тоже пользуетесь сервисом. Я участвую в проекте, и когда пользуешься непосредственно данным сервисом, он позволяет провести аналитику гораздо лучше, чем это можно сделать на брокерском счете. Почему? Потому что у меня в рамках единого брокерского счета открыты субсчета, которые там отдельно не учиваются, да, поэтому сложно провести статистику, но при этом статистику можно делать в сервисе, в котором происходит учет. Плюс можно сравнить с бенчмарками. Что такое бенчмарк для людей? Это некий ориентир. То есть, когда сравнивают эффективность деятельности управляющего, его всегда сравнивают с доходностью индекса. Сразу скажу, что, во-первых, это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Это первое, это то, что делаю я непосредственно для своих детей. Второе, по горизонту. Ну, прозвучала фраза 15 лет. Я не ставлю себе цель вот прям за 15 лет сделать миллион долларов. Я говорю о том, что долгосрочно можно сделать капитал более миллиона долларов, да, инвестируя всего лишь по 8 долларов в день. То есть, подробно об этом я рассказываю два часа на мастер-классе, абсолютно бесплатном мастер-классе, где это можно изучить, понять. Но здесь сейчас хотелось бы вот именно показать, может быть, публично для ваших подписчиков, что, в принципе, система работает. И почему именно сейчас? Потому что, если до недавнего времени сравнение доходности портфеля осуществлялось с индексом МВБ, то сейчас можно осуществить некие такое сравнение данного инвестиционного портфеля и с американскими индексами, с европейскими индексами. Можно поменять валюту расчетов непосредственно и посмотреть, что непосредственно получается. Это портфель для одного ребенка или это сразу для всех? Да, это портфель для одного ребенка. Ну, то есть, что здесь не может не радовать, да, что я вот недавно переезжал, получается, из Краснодара в Москву, заезжал к отцу с бывшими студентами, встречался. Там у моего друга, у Валеры, дочка поступает как раз в институт. Поступает, естественно, бесплатно, потому что хорошо учится, но просто мне было интересно, какой сейчас порядок цифр. То есть порядок цифр сейчас в региональном престижном институте. То есть, если мы говорим про Воронеж ВГУ, это порядка, годовая стоимость обучения порядка 150 тысяч рублей. 150-200 тысяч рублей в зависимости от факультета. То есть, для меня, опять-таки, ключевой момент уже является то, что я хочу дать хорошее образование своим детям. Не может не радовать тот факт, что проекту в октябре будет три года и за три года уже есть сумма, которая позволяет, в принципе, дать образование в региональном ВУЗе. То есть, это еще не Москва, это еще не МГУ, это еще не МГИМО, но я надеюсь, что уже к концу текущего года, как минимум на два года МГУ можно будет уже, уже, уже можно будет оплатить. При этом старшей дочери 9 лет только исполнилось. Еще 9 лет есть впереди. Немножко, да, для наших зрителей, для понимания. Я, поскольку, преподаю в ВУЗе и как раз студентам, и знаю расценки немного, вот в Плехановском экономическом университете, там ценник около 350-400 тысяч в год. Ну, соответственно, самые престижные ВУЗы, там примерно до 700-800 тысяч. Ну, бывают отдельные факультеты, там экстра дорогие, выходящие из рамок, но примерно вот такие ценники. При этом, если посмотреть на доходность, можно перейти в аналитику. Здесь идет сравнение доходности портфеля, во-первых, с индексом МВБ, то есть, если бы человек инвестировал в индекс МВБ, какой бы он получил среднегодовую доходность с инфляцией и с доходностью банковских депозитов. То есть, в принципе, доходность портфеля практически там в 4 раза выше доходности банковских депозитов, и это сравнивая просто с доходностью индекса. Нужно понимать, что в доходности портфеля присутствуют две составляющие дохода. Первая составляющая – это рост цены акции, ну, то есть, купили по 10 рублей, продали по 12 рублей, и это получается изменение цены и курсовой стоимости. Второе и ключевое для меня – это дивидендная доходность, то есть, это полученные дивиденды. Поэтому корректно было бы сравнивать с индексом полной доходности Брутто МВБ, который учитывает полученные дивиденды, то есть, если бы человек инвестировал в индекс полной доходности Брутто, то в этом случае он бы получил доходность 13,6%, доходность портфеля в районе 21%. Максим, а здесь вот 21 – это точно с дивидендами, да? Да. Но тогда тоже, как бы, немножко, по-моему, некорректно, если полной доходности Брутто – это без налогов, потому что, то есть, часть бы еще съела налог на дивиденды у вас, ну, у индекса. То есть, да, да. Соответственно, если говорить по прибыли портфеля, можно посмотреть за весь период, сказать, что это какая-то линейная доходность, что, как в облигациях происходит рост, нельзя. Но мы в этом случае, получается, начали формировать портфель в октябре 2018 года. В конце 2018 года была коррекция, но она была еще несущественная, потому что не так много средств было проинвестировано. Вот он, что называется, 2020 год, да, когда рынки падали там на 20-30%, отдельные акции падали в цене на 50%. Можно увидеть, что мы тоже уходили в минус, но уходили в минус только по прибыли, то есть само тело инвестированных средств в минус не уходило, но и после этого, соответственно, восстановительный рост. Но сейчас вот тоже происходит коррекция на рынках, но даже не столько коррекция, сколько то, что в портфеле достаточно большая доля акций сургут нефтегаза, о которой мы много говорили, произошла дивидендная отсечка, и просто сейчас акция торгуется без дивидендов, но эти дивиденды, они, соответственно, будут получены, и здесь можно понимать, что при стоимости портфеля, при стоимости портфеля 855 тысяч рублей, то есть вот в июне месяце мы в общей сложности ожидаем дивидендов. Где-то на 8 тысяч, да. На 8 тысяч. Возвращаемся к аналитике. Мы сравнили, соответственно, доходность портфеля с доходностью брутно. Многие люди, соответственно, задают вопрос, часто, особенно в социальных сетях задают вопрос, почему доходность смотрим в рублях, когда цель в долларах. Поэтому здесь корректно перевести доходности в валюту. Что значит перевод в валюту? Что каждый раз, когда происходят инвестиции, то пересчитывается доходность инвестированных средств в валютный эквивалент, что если бы я инвестировал в 100% долларов. И опять же, здесь уже некорректно будет сравнивать с рублевым индексом, здесь нужно сравнивать с валютным индексом как минимум РТС. И здесь можно видеть, что в принципе, опять же, то есть здесь с поправкой, что есть дивиденды, в любом случае есть дивиденды, реинвестированные дивиденды. В индексе РТС этого непосредственно нет. Но опять же, мы не можем говорить, что там дивиденды по широкому рынку в России составляют 7%. Когда люди говорят, лучше бы я инвестировал в американский фондовый рынок, можно сравнить доходность с индексом S&P 500. То есть S&P 500 с октября 2018 года обеспечил среднегодовую доходность на уровне 10%. Да, его там штормило, он падал, рост, но среднегодовая доходность. То есть это не от точки входа до текущего момента, а так как средства инвестируются регулярно, то есть регулярно инвестированные средства обеспечили бы доходность порядка 10% в индексе S&P 500. Многие говорят, что на самом деле S&P 500 некорректно сравнивать. Нужно смотреть на высокотехнологичный индекс NASDAQ. И здесь мы в принципе в доходности очень схожи с технологическим индексом NASDAQ, но опять-таки с пониманием того. Очень важной оговоркой во всей этой истории заключается в том, что в структуре портфеля, сейчас ее не буду показывать, люди, которые вы тоже знаете, там порядка 13% есть такой страховочный инструмент, как золото, который как раз-таки в период падения позволяет защищать часть прибыли. То есть на растущем рынке, наверное, не так интересно, но на периоды падения он защищает. То есть некий такой кэш-эквиваленс. И в этом случае доходность портфеля, она формируется с 75%, даже с 78% инвестированных средств, а остальное это золото непосредственно. Да, золото вело себя в этот период неплохо, но тем не менее, опять-таки сравнивая с индексом, это говорит о том, что альфа-портфель более высокая, а бета более низкая. То есть волатильность самого портфеля, то есть движение вверх и вниз, оно получается меньше, чем непосредственного индекса. Ну и можно сравнить с индексом компании малой капитализации американском. То есть доходность индекса акции компании малой капитализации Russell 2000 составила за этот период среднегодовая 7%, в портфеле, соответственно, в долларах 15,4%. Ну, опять же, понимаю, что 15,4% мы записываем в не самый лучший момент, когда произошла коррекция, и просто дивиденды, которые есть, которые будут выплачены, но они просто здесь не учтены, потому что возник такой вопрос, чтобы показать эту доходность. Можно сравнить евровую доходность с европейскими основными индикаторами. Это DAX, Германия, то есть доходность в евро получается 13,5%. Депозит, опять-таки, здесь рублевая доходность депозита, инфляция тоже рублевая. Индекс DAX среднегодовую доходность обеспечил в районе 6%, в еврозоне доходность портфеля 13,5%. Если мы говорим о французских акциях, французских компаний, то 4,2% можно, в принципе, сравнить еще с индексом Великобритании, но, опять же, некорректно, потому что индекс Великобритании рассчитывается в английской валюте, а там, получается, история с Брекзитом у нас была, то есть евро, доллар, рубль, в принципе, английский фунт ослаб к мировым валютам, но в евровой доходности, то есть если сравнивать доходность евровую с английским фондовым рынком, то тут вообще отрицательная доходность. У нас здесь доходность портфеля непосредственно в плюсе. Максим, а вот сейчас на графике я у вас смотрю, сейчас у нас довольно заметная коррекция, где-то на 5% уже. И вы по вашей программе, вы продолжаете просто так же ровно по чуть-чуть покупать или все-таки этот период используете, чтобы купить как бы больше дешевле? Мы говорим о том, что мы инвестируем 8 долларов в день. При этом правило инвестирования следующее. Каждый месяц мы вкладываем 100 долларов в рублевом эквиваленте. На Новый год вкладываем плюс 500. Геология была такая, что на день рождения плюс 1000 долларов. Но так как к проекту присоединились другие люди, у них у детей в разное время день рождения происходит. Поэтому получается, что... И у меня тоже четверо детей. И поэтому каждый раз, но неудобно элементарно людям подгадывать, когда день рождения, что и сколько инвестировать. Чтобы этих трамбов не было, мы сделали, что в июле месяце каждого года, потому что в этот период, как правило, происходят дивидендные отсечки. После дивидендных отсечек, как правило, акции снижаются. Июнь, июль они проходят в таком... Ну, то есть они торгуются без дивидендов и более, может быть, привлекательно заводить новые деньги в этот промежуток времени. Майские, июньские сделки можно показать. То есть покупали X5, покупали InterRAO. Так, это дивиденды, вернее, это не покупали. То есть пришли дивиденды от X5, InterRAO, дивиденды от Роспадская, от Фосагра, от Полюса. Покупали 7 июня, покупали Росагра. Росагра покупали по 950, сейчас где-то 1050. Покупали китайцев, потому что китайский рынок уже проседал, а российский рынок дороговат. Покупали Газпром. То есть вот очередные 100 долларов и реинвестирование дивидендов. Вот у нас тогда, получается, курс доллара был 7300. Было внесение денег 7 числа. На эти деньги, соответственно, купили Газпром, Китай, Росагра. И до этого за месяц были дивиденды от Норильского никеля, от Мосбиржи. От Нижнекамска «Нефтехима». Вот, в принципе, какие были покупки в июне месяце, два месяца назад. Максим, а можете ли показать, как сейчас структура портфеля, как она выглядит? То есть это наибольший вес занимают Росагра, Магнит, Сургутнефтегаз, Яндекс, Система, Мосбиржа, Газпром. А Росагра вы как-то делаете серьезную ставку на развитие сельхознаправления? Или просто вот конкретно по этой компании? Росагра мне нравится регулярность выплатки дивидендов. Дивиденды выплачиваются в валюте. Компания экспортно-ориентированная, ориентирована в потребительском секторе. Потребительский сектор в какой-то степени, на мой взгляд, он защищен в том числе от инфляционных рисков, потому что компания, которая производит сахар, компания, которая производит масложировую продукцию, большой банк земли непосредственно, очень активно развивается на Дальнем Востоке, строит производственные мощности, то есть развод, животноводство. Поставки, соответственно, все это на экспорт, где большая территория для реализации товаров и услуг, то есть это в первую очередь Китай, Вьетнам, то есть и Восточная Азия, где достаточно существенное потребление. Поэтому мне Росагра нравится во всех отношениях, они снижают постепенно долговую нагрузку, у них высокая маржинальность продукции, их немного ограничивают в России, в плане ограничения, сколько должно стоить масло, сколько должно стоить сахар, потому что это значимые продукты. Но компания, в принципе, компенсирует эти вещи экспортными своими вещами, и если мы боимся, что бабахнет, что называется, во всем мире, и на этом фоне доллар будет укрепляться, а рубль будет слабеть, это еще дополнительный плюс в пользу акций компании Росагра. То есть это некая такая кэш-машина, на мой взгляд, которая хорошо себя чувствует, вокруг которой в последнее время начинают производиться какие-то манипуляции, но с позиции фундаментальной мне компания достаточно нравится. Но сейчас вот последняя тенденция, мы потихоньку начинаем загружать акции китайских компаний, но не напрямую покупая акцию, а через линейку FINEX. То есть здесь вот идет разбивка отдельной акции, отдельно ETF. То есть если акции 83,5% ETF, 16,5%, то структура ETF выглядит следующим образом. То есть четверть – это Китай, остальное – это золото стабилизирующее. Спасибо, Максим. У вас же есть вебинар, да, вы упомянули. Да, есть вебинар. То есть если это интересно, то есть в чем смысл? Показать доходность, да, сказать, что там это не лапша на уши, а что я на самом деле это инвестироваю, инвестироваю для своих детей, что есть результаты. Опять же, результаты в прошлом не гарантируют результаты в будущем, но опять-таки это снимает большое количество вопросов, которые возникают. Если же возникнет, ну то есть наоборот человек оказался по-другому, да, он увидел это видео, то есть он увидел, что как делается миллион долларов, и он хочет понимать, вернее, что из себя представляет портфель в настоящий момент, а на основе каких принципов, каких концепций он базируется, за счет чего обеспечивается такая доходность, за счет чего пока в настоящий момент можно сказать, что рынки растущие, рынки не падающие, но опять-таки мы прошли уже две коррекции. То есть почему рынок стабилизируется, почему портфель падает меньше, почему доходность все-таки выше доходности индекса. Если человек хочет понять, каким образом это работает, за счет чего, то он может прийти на бесплатный вебинар. Мы на этом вебинаре рассказываем, я там два часа рассказываю, каким образом работает система, как она родилась, и почему в принципе, то есть что важно в рамках данного вебинара? Важно то, что человек может не присоединяться никуда, он может абсолютно не следовать тому, что делаю лично я, какие конкретно акции я покупаю в определенную дату, но он просто может для себя определить ключевые концепции, следуя которыми он как минимум не потеряет деньги, и он будет понимать, что в долгосрочную он будет успешным инвестором. Он в любом случае будет успешным, если применят все эти концепции в группе. И здесь просто возникает вопрос, хочет ли он дальше сам эти концепции изучать, внедрять и производить отбор, или он хочет присоединиться ко мне и следовать шаг в шаг за тем, что делаю лично я. Спасибо, Максим. Мы под видео дадим ссылку на данный вебинар. Посмотрите, изучите. Вот я сам более полутора лет уже участвую в этой программе. У Максима результатами доволен, поэтому посмотрите, может быть и вам будет актуально. Благодарю.